Белка и Стрелка. Подкаст Белка и Стрелка. Подкаст о науке и жизни учёных. Коевые земляне. Это подкаст Белка и Стрелка. Подкаст о науке и жизни учёных. Я его ведущая Амина Мирсакиева. Я физик-теоретик и учёный в немецкой индустрии. В этом сезоне мы говорим о полимерах. И поэтому у меня есть соведущая. Химик, специализирующийся на полимерах Сакина Сейналова. В шестом эпизоде мы говорим о вторичной переработке полимеров. У нас уже в подкасте Белка и Стрелка был эпизод об экологии. А тут мы с Сакиной расскажем вам про технологии переработки. Почему это не так просто. Про пластиковую иглу и про многое другое. Напоминаю вам, что после выхода всего сезона в наших социальных сетях выйдут посты и видео, дополняющие эти выпуски. Поэтому подписывайтесь на наши телеграм-каналы и инстаграм-блоги. И да, ваши отзывы на подкаст-платформах креют наши сердечки. Спасибо вам за такие добрые слова. Дайте нам знать, если нужна открытая запись с вопросами по теме полимеров. Просто в любом из наших каналов оставьте сообщение. У меня есть вопросик. Ну а мы начинаем эпизод. Ну что, дорогие слушатели, вы уже влюбились в полимеры так же, как мы? Если нет, то сейчас мы продолжим вас влюблять. Сегодня мы вам расскажем про что? Про переработку. А вернее, про вторичную переработку пластмасса. Да, Закин, признавайся. Какой твой любимый метод вторичной переработки? Я вообще за механический метод переработки, то есть про переплавление в другие изделия, если это возможно. Надо же. Это как-то скучно. Это не скучно. Вообще-то, согласно современным тенденциям и в целом общее мнение научной общественности, таково, что если мы не можем использовать пластик в том виде, в котором он есть, наиболее эффективным будет его возвращение в цикл так же в виде пластика какого-то другого пластикового изделия. Я почему считаю, что это скучно, да? Хоть это и самый эффективный, это самый простой метод. А как всё самое простое, элегантное, оно самое распространённое? Нет? Слушай, я бы с тобой не согласилась здесь. Я всегда думала, что механический способ, он является самым первым, который применяется, и, соответственно, он более распространён. Он доступен даже в странах второго и третьего мира. То есть во многих странах есть механические способы переработки полимеров. Не все остальные методы есть, а вот это есть. И мне бы лично был бы более интересен такой способ, знаешь, с изюминкой, такой с подковыркой. Там, где ты вот прям задумался. И понятно, что в массовом производстве такой метод не зайдёт, но для каких-то особых полимеров это будет то самое. Это то, что позволит нам практически полностью вытащить материал и дальше вернуть максимальное количество вот этого хай-тек-вещества в цикл. Это, например, как бактериальная переработка с помощью ферментов-бактерий. Как ты понимаешь, с подковыркой. Это я так люблю. Это, знаешь, когда в лаборатории сделали три колбочки заново и написали целую статью, и все читают, такие, вау, учёные нашли. И я такая, вау, какие мы молодцы. Ой, так это же вообще невнедряемо. Ну, какая красивая идея. Вот эти методы мне очень нравятся с научной точки зрения. И я вот надеюсь однажды... Я не надеюсь, я точно знаю, что однажды будет такой метод, который будет более масштабным, чем всё то, что печатают Science & Nature сегодня. Шансы есть. Посмотрим, во что это вольётся. Мы тут вам уже сказали про механический метод переработки. Ещё существуют разные. Давайте сразу определимся, в чём вообще разница. Что такое механический метод переработки. Механический ресайклинг, он же переработка, это действительно наиболее распространённый из всех методов. И результатом этой переработки является другое пластиковое изделие. Но на самом деле нужно сказать, что сначала это просто гранулы вторичного полимера, а потом они отправляются на какое-то другое производство, где их добавляют либо к привычному полимеру, либо действительно изготавливают целиком изделие из этих вторичных гранул. Химический метод существует также. Химический метод позволяет разбивать пластиковые отходы на составляющие компоненты или на какие-то другие вещества. И впоследствии их могут как-то модифицировать и создавать на их основе другие материалы. Вот. А есть ещё термические методы. И тут уже, как выходит из названия, материал подвергается высокотемпературной обработке. И в результате чего может вырабатываться энергия или в некоторых случаях может выделяться какие-то газы, которые также могут быть использованы в качестве топлива. Но на самом деле к термическим методам переработки относятся ещё и обычное сжигание на заднем дворе. И вот это самый доступный вообще, где бы то ни было, метод утилизации просто. Хорошо, согласна. Но давай так. Это то, от чего мы должны уйти. Конечно. В большинстве своём. Это то, что недопустимо. Это то, что многие из вас делают. И если в предыдущем эпизоде я прям сидела и генерировала идеями, где вам посмотреть, как вам попробовать и как приспособить своих детей, вот тут мы прям руками и ногами говорим, нет, такой метод переработки недопустим. Все эти страхи в страшном плохом пластике, они же, по сути, родились из-за людей, которые идут и просто сжигают. Причём иногда делают это на уровне государств, и там хочется тоже очень сильно поругаться. Вот. Так что мы осуждаем. Пойдём к хорошим методам. Давай к твоему любимому. Хорошо. К механическому методу. На самом деле, действительно, он достаточно простой. Кажется, да, с первого взгляда, кажется, что достаточно простой метод. Берёшь пластик, тортируешь его, вот, и дальше всё как бы плавится, и всё классно. Но суть в том, что пластик, как мы вам уже рассказывали, это не только полимер внутри, но ещё и всевозможные добавки в нём. И в связи с этим, а также в связи с тем, что далеко не всегда удаётся пластик достаточно хорошо очистить от загрязняющих каких-то веществ, в том числе это могут быть остатки еды и прочее, несмотря на все промывки и очистки, сырьё, получаемое в результате этих методов, далеко не всегда достаточной степени чисто, чтобы вообще что-то с ним делать. И поэтому очень большой процент материалов, особенно в России, которые могли бы быть вторично проработаны, они отравляются на свалку, потому что они, например, грязные. Или, например, потому что нет технологии переработки, особенно это касается ПВХ, потому что в нём, как мы уже говорили, достаточно много пластификаторов. И если мы с вами посмотрим на статистику переработки различных видов пластмасс в России, то, ну, мне просто проще смотреть по российской статистике, потому что я чуть-чуть побольше изучала, то там мы увидим, что среди всех перерабатывающих пластиков операторы 95% из них принимают PET. Почему? Потому что PET почти не содержит в себе никаких пластификаторов, никаких добавок, он чистенький, классненький. А сейчас с ним очень просто работать, потому что в него обычно в PET-тару заливают воду, какие-то напитки, то, что легко очистить, они там не масло в основном. Вот. И поэтому 95% переработчиков хотят брать PET. И потом этот PET, собственно, ну, я буду рассказывать, например, PET, он разбивается на мелкие хлопушки. Эти хлопушки называются флексом. Вот. Здесь должна быть шутка про пофлексить, но у меня её нет. Так вот, есть на самом деле даже специальные чаты в Телеграме, где переработчики пытаются выкупить PET-сырьё. Настолько сырья мало по отношению к тем, кто готов перерабатывать. Ну, то есть, правда, нехватка сырья. В этом основная сейчас проблема, например, в России. Не только в России. Я не знаю, слышал ты или нет, но, например, у Швеции есть целые программы по выкупу мусора. В частности, из-за того, что мощности перерабатывающих пластиковых заводов не используются на 100%, и Швеция перерабатывает практически за всю Скандинавию и даже немножко южнее. То есть, я вот не помню точно, какие страны, но это не одна страна. И прямо завозят мусор. И если говорить про казахстанский мусор, то его выкупает Китай. То есть, это повсеместная практика того, что не хватает сырья, и когда вы не хотите ресайклить, вы лишаете свою экономику очень большого потока и производства, и рабочих мест, и чистой экологии. Да, но здесь есть нюанс, как в том анекдоте. О нём мы чуть-чуть попозже поговорим. Так вот, и по сути, чуть меньше переработчиков, например, для полиэтилена, очень мало переработчиков в России для поликарбоната, для ПВХ. Правда, очень небольшой процент. Даже полипропилен перерабатывают в районе 70-50% от всех переработчиков, может, даже меньше, потому что мои цифры могут быть неактуальными. Нужно понимать, что далеко не все переработчики готовы работать с вашим полимером, даже если вы его любовно положили, потому что есть проблемы с логистикой, с тем, что слишком большое расстояние, и сложно перевести эти отходы на сортирующую базу, а дальше на завод. Или, например, каждый раз недостаточно сырья для того, чтобы начать переработку. Плюс ещё ко всему. Вы получаете, грубо говоря, вы на сортировочной станции всё это сортируете, да? Нужно всё это тщательно очистить. Не всегда это получается достаточно хорошо. Допустим, вы это сделали, потом это надо измельчить, потом это надо отсортировать по фракциям. Сначала идёт ручная сортировка, есть ещё сортировка методом флотации, то есть когда у вас разбивается по плотности пластик. Вы же сдаёте всё, скорее всего, пластик и пластик. Вы же не полипропилен в один контейнер, полиэтилен в другой контейнер. Очень у немногих людей есть возможность сдавать пластик именно таким образом. И поэтому это всё нужно отсортировать. От того, как хорошо это будет отсортировано, зависит напрямую, собственно, и качество конечного продукта. А ещё нужно понимать, что в целом заново на 100% использовать вторичные гранулы, которые получили в результате этого всего. Там, допустим, всё помыли, всё переплавили, получили гранулы. Чаще всего технологии не позволяют полностью использовать 100% переработный полимер. Чаще всего технологии требуют, чтобы был какой-то высокий его процент в готовом изделии, но не 100%. Есть особые технологии, вроде технологии bottle-to-bottle, которые используют более сложную и высокотемпературную под давлением переработку, позволяющую получать пэд такого же качества, как и первичный пэд. И тогда действительно эти вторичные пэд-гранулы с по особой технологией можно использовать для изготовления бутылок. В чём сложность вообще вот этой механического ресаклинга? В том, что во время этого самого плавления вы разбиваете химические связи, и ваш полимер становится совсем не таким, как он был прежде. Не таким эксуальным. Ну, его жизнь побросала, вот, и поэтому ему нужно больше помощи, какой-то поддержки в виде наполнителей. И очень часто пластики, которые прошли вторичную переработку, они больше не пригодны для контактов, например, с продуктами питания. Очень сложно получить такую сертификацию для вторичных переработанных пластмасс. И поэтому, например, если сначала это была пэд-бутылка, то потом это будет, например, какое-то волокно синтетическое, футболка или, я не знаю, какое-то ведро или ещё что-то. У меня сейчас, например, обувь из шести бутылок переработанных. А почему именно шести? Я не знаю. Они утверждают, что на одну пару уходят шесть бутылок. И, насколько можно им верить, мне тяжело это сказать, но звучит очень популистично. Я бы не брала из-за популизма, просто обувь действительно очень удобная, на широкую ногу, и классно так гнётся. Здорово. Вообще у меня тоже достаточно много вещей, сделанных из вторичных переработанных материалов. И мне тоже очень нравится в целом эта концепция. Вот. И, в общем-то, понимаешь, казалось бы, да, берёшь, расплавил, сделал. На деле оказывается куча всяких мелких моментов, которые нужно учесть для того, чтобы получить хоть что-то, хоть какой-то процент. Поэтому механический ресайклинг, он хоть и выглядит очень просто. Ну, взял, расплавил, сделал, пожалуйста. Там столько нюансов, что вот ты сделал, а вообще-то теперь тебе нужно подобрать правильный аддитив какой-то, чтобы у тебя вообще вся композиция держалась как-то, а не, там, не знаю, не под действием ультрафиолета рассыпалась через две недели. Вот. И в этом-то и сложность. И в этом же и красота. Да. Но всё ещё это тебе не бактериями, знаешь ли, перекушенный пластик. Ну да, но извините. Бактерии там... Я, кстати, помню статью из Nature 2018 года, или даже 2020, к сожалению, я не помню точной даты, где учёные исследовали, как быстро мучные черви, которые, кстати, тоже имеют фермент, способный разлагать полиэтилентрифталат, как быстро они будут поедать пластиковую бутылку 0,5. И вот там было, собственно, такое количество часов, что это, ну, примерно две недели. Я подумала, ну, целая колония мучных червей за две недели пластиковую бутылку, ну, в принципе, молодцы, но немножко маловато. Не немножко, а прям дофига как маловато. Но в основном сейчас, конечно же, вся надежда на морских разных планктонов, червей, бактерий, потому что всё-таки самая большая у нас проблема это большое мусорное пятно в Тихом океане, где очень-очень-очень много пластика. И об этом, по крайней мере, большая часть ресёрча идёт в ту сторону. Там на одних мучных червей, скажем, 10 статей про планктон какой-нибудь или про какую-нибудь морскую, даже не знаю, как её назвать, морскую анчоуз, которая пожирает пластик. Вот. Какая там надежда. Да, но про этот метод мы можем поговорить попозже, про, собственно, по сути, биологический, биохимический метод утилизации пластмасса, очень специфический и, правда, существующий. Вот. Что ещё можно рассказать? Вообще существует, да, химический ресайклинг. Здесь суть в том, что у вас есть пластик, и вы его обрабатываете какими-то химическими веществами, в результате чего пластик у вас разлагается до более мелких молекул. Эти мелкие молекулы потом можно как-либо использовать в различных синтезе. Среди химических методов существуют гликолиз, сальволиз и метанолиз. Мой самый любимый – это метанолиз. Я так знала. Я вот знала, что будет метанолиз. Знаешь, почему? Потому что он токсичный? Нет. Я не поэтому. Просто вообще всё, что идёт в теме переработки, и когда там есть этанол, это практически всегда очень крутой процесс. И знаю я это, потому что в Алматы, помимо института химических наук, есть ещё институт катализатора. И там институт органического катализа, в нём просто 60%, если не 70%, как-то завязано на метаноле. Всё время метанол используют для получения новых видов топлива, ещё чего-то. И это практически всегда какая-то интересная химическая реакция с использованием интересного катализатора. И на переработке мусорных исследований, то есть когда берут какой-то большой сайт мусорный, захоронения, на всяких захоронениях мусорных умудряются создавать скважины по добыче метанола. И это тоже... Ой, метанол, говорю, метана, да? И то есть получая метан, затем превращая его в метанол, получают такую первичную реакцию зелёного топлива. По крайней мере, идея в этом. Но, как вы понимаете, так как у вас каждая первая машина не ездит на метаноле, работает всё это очень и очень скромненько. Продолжу. На самом деле, мне нравится метаноле своей абсурдностью. Такого я не ожидала. Заночите. Потому что... Вот представьте себе, у вас есть нереакционно-способный химический инертный пластик. Ну, как бы, вот лежит он, ну да, разлагается до микропластика. Но вы решаете. А давайте-ка я что-нибудь с ним сделаю такое полезное. И, пожалуй, я буду использовать метанол. Классно звучит метанол. Это яд общетоксического действия, действует нервную систему. Если вдруг будет где-то разлив, ну это если. Вот. В общем, я буду использовать очень высокие температуры, давление, метанол. И всё это для того, чтобы разложить маленький безобидный пластик. Вот. И, как бы, с одной стороны, ну, метод-то рабочий, всё получается и так далее. Но сама, наверное, абсурдной ситуации, она меня несколько обескураживает. Знаешь, Доктор Хаус сейчас бы тобой очень сильно гордился, да? Если вы не помните, то в Доктор Хаус была целая серия про то, как человек траванулся метанолом, и потом его отпаивали текилой. Но в нашем случае пластик текилой не отпаивают, его просто травят метанолом. Вот. Как я уже сказала, есть ещё гидролиз, гликолиз, это также воздействует... Ну, гидролиз, там на пластику воздействует вода в кислоте, или там, может быть, щелочной, или нейтральной. Среди одной, это в целом гидролиз, да? И у вас, по сути, происходит... Как будто каждый первый знает, что такое гидролиз. Мы все проходили в школе. Оптимизм твоё всё, это правильно. На том мы и держимся. И шестой сезон выходит только потому, что я лично верю в людей. Иногда со скрипом. Ну, окей. Гидролиз. Сейчас запомнили все, да? Реакция с водой. Умнички. Пошли дальше. Гидролиз может быть кислотный, в щелочной и в нейтральной среде. Фишка в том, что там в результате происходит деполимеризация и расщепление материала до мономеров. То есть, потом их можно собрать, если вы достаточно хороши в этом деле. И собрать, и дальше пустить на повторное и получение этих самых полимеров. Ну, конечно, нужно будет очистить, но в целом как бы метод рабочий. Вот. И большой плюс по сравнению с метанолизом в том, что вам не приходится использовать какие-то экстраординарные или токсичные реактивы. Вот. И ещё гликолиз. Это, по сути, тоже под вид гидролиза, но просто там используется этиленгликоль и высокий температур. Всё. Вот. И дальше среди методов идут уже термические. Тебе нравятся термические методы утилизации пластмасса? Знаешь, мне очень нравится не только потому, что благодаря разному содержанию кислорода мы, по сути, имеем разные методы. Это, по сути, одно и то же, но мы играемся с содержанием кислорода и вдруг у нас вот тебе пиролиз, вот тебе ещё такой, вот тебе ещё такой. И меня это, по-моему, даже в школе вдохновляло. Вот эти вот, знаешь, все, все органические реакции, когда там сжигаешь, и у тебя недостаток кислорода, у тебя получается стоковищество, избыток кислорода, у тебя получается стоковищество. И сейчас все те, кто участвовал в каких-нибудь олимпиадах по химии, такие, а-а-а, а все остальные такие, господи, о чём она говорит? Просто таких фейспалм оказывают. В общем, да, термические методы, как уже понятно из названия, термические методы подразумевают, что вы воздействуете на полимер с высокой температурой и происходит термическая деструкция, то есть разрушение полимера. И в целом я бы назвала, наверное, два главных термических метода утилизации пластика, его переработки. Это пиролиз и сжигание. Казалось бы, ну, наверное, сжигание, вот вы сказали сжигание, ай-яй-яй. На самом деле существует нормальное сжигание, сжигание здорового человека. Оно происходит на нормальных мусоросжигающих заводах, где, во-первых, существует сортировка материалов по типам, где, например, сжигается только действительно вот пластик, а не что-то вот, что есть ещё попутно. Плюс там ещё очень корректная система хранения сырья и так далее. И в этом плане там действительно всё сжигается, но плюс там ещё есть сорбционные колонки, которые полностью поглощают все возможные вредные газы, которые выходят из трубы. И поэтому у вас, кроме углекислого газа и воды, оттуда ничего не выходит. И существует даже несколько проектов, когда строят мусоросжигательные заводы одного типа хорошие мусоросжигательные заводы прямо в пределах города. И действительно ничего плохого не происходит. При этом мусоросжигающие заводы такого типа могут производить энергию. И эту энергию отдавать, например, близлежащим населённым пунктам. И сжигание проходит с доступом к кислородам. А другой метод, который я уже назвала пиролиз, он отличается от сжигания тем, что там как раз доступа к кислороду нет. И благодаря этому получается несколько другой процесс. Он эффективный, но он достаточно дорогой. И там, в этих камерах, абсолютно нет кислорода. И в результате вы получаете газ, вы получаете энергию, и у вас получается низкая фракция. это кокс, полукокс и всевозможные другие фракции. Иногда говорят, что можно чуть ли не мазут получить, но это я пока не знаю. И суть в том, что у вас получается, есть возможность регулировать фракции, которые вы получаете в результате пиролиза. И вы можете очень хорошо отстроить свой процесс и понимать, что вам нужно в этот момент. Также, как я сказала, пиролизные станции тоже могут давать энергию, тепловую энергию, и они также могут быть подключены к близлежащим населенным пунктам и обеспечивать их этой энергией. И плюс пиролиза заключается в том, что очень высокая температура разрушает почти все вредные возможные вещества. И это, например, большой плюс для пластиков, в состав которых ходит, например, хлор, типа как ПВХ. И да, нужно делать очистку газов и так далее, но все равно и пиролизные установки и мусоросжигательные заводы, они могут быть подключены к близлежащим городам, близлежащим населенным пунктам, обеспечивать их энергией. А знаешь, в чем тут проблема? А проблема заключается в том, что близлежащие населенные пункты, подключенные к ним, садятся на пластиковую иглу. И получается так, что этим заводам нужно все больше и больше пластика. Это то, что ты как раз упоминал сегодня уже. нужно все больше пластика. Они с этим не справляются. И они начинают закупать соседних регионов. Когда соседние регионы уже не справляются с таким спросом, начинается закупка из-за рубежа. И это в итоге порождает на самом деле не улучшение экологической ситуации, наоборот, некий такой тупик. Потому что по сути вы построили машину какую-то, которая постоянно требует пластик. А по идее, особенно одноразовый пластик, потому что есть пластик, который служит нам годами. А мы говорим про какие-то одноразовые пластиковые идеи, которые можно вообще было бы полностью исключить. И по сути такие населенные пункты и страны садятся на иглу пластикового мусора, потому что от этих самых пластиковых отходов зависит, будет ли снабжено энергией и теплом их города. И уже признано, что на самом деле, хоть и кажется эта идея классной и эффективной и все такое, на самом деле это явно не будет панацеей и не будет выходом из кризиса, потому что вы провоцируете на самом деле еще больше производства одноразового пластика, потому что он вам нужен для отопления. И мы получаем в каком-то замкнутом круге. Но это потому, что как всегда на проблемы построили с одной стороны. Наши проблемы сейчас у человечества такие сложные, что чтобы их решить, нужно заморочиться со всех сторон. А у нас пока это плохо получается, потому что мы боимся пластика, и говорить о нем мы лишний раз назвали всего несколько регионов, которым требуется закупать пластик. Да, в целом это скорее не очень частая практика. Кстати, я знаю, что скандинавские страны, в том числе, закупают пластик в Италии. Это все Швеция, потому что о том, что Швеция закупает у всей Скандинавии, для меня стало, знаешь, таким большим шоком, когда я переехала в Швецию. Я помню, что даже в других скандинавских странах начали закрывать пластиковые заводы по переработке, потому что просто смысла не было. Они не обладали теми мощностями, которые были у шведского завода. И, соответственно, это не нужно было. Это было, по крайней мере, в новостях, я так помню, для себя тогда отметила. А потом, когда была громкая ситуация с мусорным захоронением в Архангельской области, тогда пример шведских заводов про муссов в целом и про пластик в отдельности, он, по-моему, был, ну, если не у каждого первого, то у каждого второго точно люди, не понимая, о чем они говорят, постоянно говорили, что вот, смотрите, если там шведцы могут скупать весь, почему мы не можем продавать свой мусор шведам, почему мы должны это везти в Архангельск? И это же была очень громкая история с мусором в Архангельской области. Отвлеклись. И вернемся к нашему любимому пластику. В общем, мы надеемся, что вы усвоили большую часть информации и поняли, что проблема разносторонняя, и вам нужно о ней знать, потому что в ней все еще требуется какое-то более универсальное, многогранное решение. Тебе есть что добавить? Да, конечно. На самом деле, Эбин, ты абсолютно права. Дело в том, что у нас нет однозначного ответа, что делать со всем пластиком, который мы произвели, особенно с одноразовым пластиком, который вообще-то можно было бы и не производить по-хорошему. И здесь нужно понимать, что единственным разумным решением в данном случае может быть только разумное потребление. Reuse, то есть, да, это повторное использование, это чинить и исправлять то, что можно починить, и, например, не знаю, подклепать и снова это использовать. Если вам это больше не нужно, вы можете отдать это кому-то. Если это не нужно и кому-то, как, например, уже одежда, которую невозможно сдать на благотворительность и так далее, тогда уже мы думаем о том, чтобы отдать это на переработку. Но одно из главных правил, если вы не будете производить мусор, вам не нужно будет думать о том, куда его сдать на проработку. И поэтому в целом уменьшение количества одноразовых ненужных вам пластмасс это, правда, очень хорошая стратегия. И добавим сюда, да, вы помните предыдущий эпизод, используйте тот пластик, который у вас есть, многоразовый. Правильно. Если вы будете класть пластиковые контейнеры в посудомойку, если вы будете разогревать в них еду в, я даже не знаю, в духовках, то, ну, ребят, ничего хорошего из этого не будет. Дружим с головой, не режем на пластиковых контейнерах еду, да, не царапаем их, с одеждой обращаемся более бережно. И это все на самом деле будет очень большим вкладом. У нас 8 миллиардов, но только небольшое количество производят большую часть одноразового мусора. Не страны Африки. Это мы с вами производим. А теперь, когда мы вас загрузили, предлагаю вам включить следующий эпизод. Он будет более жизнерадующий и более веселый. Пока-пока. До встречи. И в следующем эпизоде вас ждет... Сегодня мы будем говорить про полимеры в медицине. И наполнять его частицами серебра, золота и так далее. И все это будет влиять на его антибактериальные свойства, что же внутри бабушки. Ха-ха-ха. И поверь, он матерится так, что ты его слышишь. Они такие меленькие, такие вот... И они еще вот так смогут... Вум-вум-вум-вум. И тогда у вас с целым процесс заживления будет идти быстрее. Куча всяких полимеров, которые используются не прямо в нас, а которые так или иначе с нами контактируют. Всем привет. Меня зовут Вероника. Я врач-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Меня зовут Ивашков Владимир Юрьевич, кандидат медицинских наук, реконструктивно-пластический хирург. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.